ЧАО, РАГАЦЦИ! КОМЕСТАТЕ? В предыдущих видео мы с вами не раз встречали такие примеры. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ПАНЕ. Я хотел бы хлеба. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ПАНЕ. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ЛЮГУРТ. Я хотел бы немного йогурта. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ЛЮГУРТ. ЧИ СОНО ДЕЛЬ ЛИБРИ СУЛЬ ТАВЛОВ. На столе лежат книги. ЧИ СОНО ДЕЛЬ ЛИБРИ. ЧИ СОНО ДЕЛЬ ПЕННЕ. На столе лежат ручки. ЧИ СОНО ДЕЛЬ ПЕННЕ. ДЕЛЬ ПАНЕ. ДЕЛЬ ЛЮГУРТ. ДЕЛЬ ЛИБРИ. ДЕЛЬ ПЕННЕ. В этом видео мы с вами как раз таки и поговорим, что такое ДЕЛЬ, ДЕЛЬ ЛО, ДЕЛЬ, ДЕЛЬ в таких предложениях. Мы с вами знаем, что в итальянском языке существует определенный артикль и неопределенный. Определенный артикль. Мурской род. И ЛИБРО. И ЛИБРИ. ЛАЛБЕРО. И ЛИ АЛБЕРИ. ЛО СТУДЕНТЕ. И СТУДЕНТИ. ЖЕНСКИ РОД. ЛА РАГАТЗА. И ЛЕ РАГАЗЗЕ. ЛА БОРСА. И ЛЕ БОРСЕ. ЛАМИКА. И ЛЕ АМИКЕ. Неопределенный артикль. Мужской род. УН ЛИБРО. УНА МИКО. УНО СТУДЕНТЕ. ЖЕНСКИ РОД. УНА РАГАТЗА. УНА МИКА. Есть определенное правило, где употреблять тот или иной артикль, но общая логика такова. Употребляем определенный артикль, когда речь идет об известном определенном лице или предмете. То есть говорили об этом ранее или понятно из контекста. Например, «О летту и либро» – «Я прочитал книгу», «Мой собеседник знает, о какой книге идет речь». Или «До висону ле скарпе» – «Где туфли», «Где мои туфли» или «Где твои туфли». Опять же, «Мой собеседник знает, о каких туфлях я говорю». Неопределенный артикль, когда мы упоминаем кого-то или что-то впервые или хотим передать значение «какой-то», «любой», «один из них». Например, «О летту и либро» – «Я прочитал книгу», «Мой собеседник еще не знает, о какой книге я говорю». Или «Я прочитал одну какую-то книгу». В итальянском языке существует еще один вид артикля – «Частичный», «Частичный артикль». Например, «Я хотел бы хлеба». Здесь «дель» и есть тот самый частичный артикль – «Ворей дель пане». Он называется частичным, потому что обозначает, что берется не все вещество, а только какое-то его количество, какая-то часть от целого. Эквивалентен выражением «немного», «некоторое количество» в единственном числе и «несколько» во множественном числе. Например, в предложении «Ворей дель пане» частичный артикль «дель» можно заменить выражением «немного». Как правило, частично артикль употребляется перед так называемыми неисчисляемыми существительными. То есть перед теми словами, которые нельзя посчитать поштучно и которые не имеют множественного числа. Например, мы с вами будем часто использовать частичные артиклы с продуктами питания. Например, Купи молока. Купи немного молока, некоторое количество. Я хотел бы мясо. Я хотел бы сыра. Но мы не можем с вами сказать, например, ЛЕГГО ДЕ ЛИБРО. Я читаю немного книги. Слово ЛИБРО, книга, исчисляемое существительное. Мы можем посчитать. Одна книга, две книги и так далее. В нашем случае мы скажем либо ЛЕГГО УН ЛИБРО. Я читаю книгу, какую-то книгу. Либо ЛЕГГО ЛИБРО. Я читаю конкретную книгу. Однако, когда речь идет о веществе в полном объеме, то тогда следует употреблять определенный артикль. Например, ХЛЕБ БЫЛ ВКУСНЫМ. То есть, ВЕСЬ ХЛЕБ БЫЛ ВКУСНЫМ. ИЛЬ ПАНЕ ЭРА БОНО. Или ЗАКОНЧИЛОСЬ МОЛОКО. ВСЕ МОЛОКО ЗАКОНЧИЛОСЬ. ИЛАТТЕ ЭФИНИТО. Или ХЛЕБ ЗАКОНЧИЛСЯ. ВЕСЬ ХЛЕБ ЗАКОНЧИЛСЯ. ИЛЬ ПАНЕ ЭФИНИТО. Конечно, вы можете посчитать молоко, хлеб, сыр и так далее. Но тогда нужно использовать дополнительные выражения, которые будут уточнять количество. Например, УНА БУТИЛЬЯ Д'АКУА. БУТУЛКА ВОДЫ. ДУЕ БУТИЛЬЯ Д'АКУА. ДВЕ БУТУЛКИ ВОДЫ. УН БИКЕРЕ Д'АКУА. СТАКАН ВОДЫ. УН ЛИТРО ДИ ЛАТТЕ. ЛИТР МОЛОКА. УНА ФЕТТА ДИ ПАНЕ. КУСОЧИК ХЛЕБА. УН ЭТТО ДИ ФОРМАДЖО. СТО ГРАММ СЫРА. Некоторые имена существительные в итальянском языке могут рассматриваться как исчисляемые, так и неисчисляемые. Например, КАФЕ. КОФЕ. СТО ПРЕПЕРАНДО ДЕЛ КАФЕ. Я готовлю немного кофе. СТО ПРЕПЕРАНДО ДЕЛ КАФЕ. Но когда я имею в виду один кофе, как одна порция, то я буду использовать числительное УН. ВОРЕЙ УН КАФЕ. Я хотел бы один кофе. Или ВОРЕЙ ДУЕ КАФЕ. Как образуется частичный артикль? Возможно, вы уже обратили внимание. Частичный артикль образуется объединением предлога ДИ с определенным артиклем ИЛЬ, ЭЛЬ, ЛО, ЛА, ЛЕ, ЛЬИ. Например, ДЕЛЬ. Здесь предлог ДИ. Сливаем с определенным артиклем ИЛЬ и получаем частичный артикль ДЕЛЬ. Употребляем ДЕЛЬ перед именами существительными мужского рода в единственном числе, которые начинаются на согласную. ДЕЛЬ ПАНЕ. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ПАНЕ. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ФОРМАДЖО. ДЕЛЬ БУРРО. МАСЛО. ВОРЕЙ ДЕЛЬ БУРРО. ДЕЛЬ ЛАТТЕ. ВОРЕЙ ДЕЛЛАТТЕ. Если слово мужского рода в единственном числе начинается на гласную, то в этом случае предлог ДИ сливаем с определенным артиклем ЭЛЬ с апострофом и получаем частичный артикль ДЕЛЬ. Например, ДЕЛЬ ОЛЬЁ. Растительного масла. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ОЛЬЁ. Я хотел бы немного растительного масла. Однако, если слово мужского рода в единственном числе начинается на букву ДЕТА, например, ЦУКЕРО, ИПСИЛОН, ЙОГУРТ, или на одно из следующих букв сочетаний, например, ЭССЕ плюс согласное, СПАГЕТТИ, то в этом случае предлог ДИ сливаем с определенным артиклем ЛО и получаем частичный артикль ДЕЛЬ ОЛЬ. ЦУКЕРО. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ОЛЬЁ. Я хотел бы немного сахара. КОМПРЕ ДЕЛЬ ОЛЬЁ. КУПИ НЕМНОГ САХАРА. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ОЛЬЁ. Я хотел бы немного йогурта. В женском роде, в единственном числе, предлог ДИ сливаем с определенным артиклем ЛА и получаем ДЕЛЬ ОЛЬ. ДЕЛЬ ОЛЬ. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ОЛЬ. Я хотел бы немного мяса. ФАРИНА. МУКА. ЧИВО ОЛЕ ДЕЛЬ ОЛЬ. ФАРИНА. Нужно немного муки. ЧИВО ОЛЕ ДЕЛЬ ОЛЬ. ФАРИНА. МАНДЖА ДЕЛЛА ФРУТТА. ПОЕШЬ НЕМНОГО ФРУКТОВ. МАНДЖА ДЕЛЛА ФРУТТА. А если слово начинается на гласном, то в этом случае ДИ сливаем с определенным артиклем ЭЛЛЕ по напострофу и получаем ДЕЛЬ. ВОРЕЙ ДЕЛЬ ОЛЬ, ПЕРФАВОРЕ. Я хотел бы немного винограда. ВОРЕЙ ДЕЛЬ АКУА. Я хотел бы немного воды. ВОРЕЙ ДЕЛЬ АКУА. Итак, частичный артикль, мужской род, единственное число. ДЕЛЬ, ДЕЛЬ ПАНЕ. ДЕЛЛО, ДЕЛЛО ЦУККЕРО. ДЕЛЛЕ, ДЕЛОЛЬЮ. Женский род. ДЕЛЛА, ДЕЛЛА ФАРИНА. ДЕЛЛЕ, ДЕЛЛА КУА. Что касается форм множественного числа. ДЕЙ, ДЕЛЬ, ДЕЛЛЕ. Мы с вами знаем, что определенный артикль имеет формы как единственного, так и множественного числа. Что касается неопределенного артикля, то своей специальной формы неопределенный артикль множественного числа не имеет. И мы в этом случае всегда говорили, его как бы не существует. ЭОНА ПЕННА – это ручка. Можно сказать во множественном числе просто. СОНО ПЕННЕ – это ручки. Однако функцию неопределенного артикля множественного числа чаще всего выполняет как раз таки частичный артикль ДЕЙ, ДЕЛЬ, ДЕЛЛЕ, который передает значение НЕКТОРЫ, КАКИЕ-ТО или НЕСКОЛЬКО. В итальянском языке это АЛЬКУНИ, АЛЬКУНЕ. Например, ДЕЙ. В этом случае предлог ДИ. Сливаем с определенным артиклем И и получаем частичный артикль ДЕЙ. ДЕЙ соответствует неопределенному артиклю УЛЬ, который стоит перед согласным. Например, УН ЛИБРО – одна какая-то книга. ДЕЙ ЛИБРИ – какие-то или несколько книг. СУЛЬ ТАВЛУ ЧЕ УН ЛИБРО – на столе лежит книга. Одна книга или какая-то книга. СУЛЬ ТАВЛУ ЧЕ СОНО ДЕЙ ЛИБРИ – на столе лежат книги. Или на столе лежит несколько книг. ЧЕ СОНО ДЕЙ ЛИБРИ – ОЛЕТТО УН ЛИБРО – я прочитал одну книгу. ОЛЕТТО ДЕЙ ЛИБРИ – я прочитал несколько книг. ОЛЕТТО ДЕЙ ЛИБРИ – ун рагаццо – какой-то парень. ДЕЙ РАГАЦИ – какие-то ребята. ОВИСТО УН РАГАЦЦО – я видел одного парня. ОВИСТО ДЕЙ РАГАЦЦИ – я видел несколько ребят. ОВИСТО ДЕЙ КАНИ НЕЛ ПАРКО – я видел собак в парке. Или я видел несколько собак в парке. O visto dei cani nel parco. Un treno dei treni. Un gatto dei gatti. И так далее. Dei. Здесь предлог di. Сливаем с определенным артиклем y и получаем dei. Dei также соответствует неопределенному артиклю un, но который стоит перед гласной. Например, un albero – дерево. Dei alberi – несколько деревьев. Ci sono delle alberi vicino a casa mia. Есть несколько деревьев возле моего дома. Ci sono delle alberi. O delle amici. У меня есть друзья. In questa città. O delle amici in questa città. Или у меня есть несколько друзей в этом городе. Un albergo degli albergi. Un uomo degli uomini. Также dei соответствуют неопределенному артиклю uno. Напомним, что uno стоит перед словами мужского рода в единственном числе, которые начинаются на, например, на esse плюс согласное. Espe, este и так далее. А также пс, нь, y, z, x. Например, uno studente – degli studenti. C'è uno studente – ci sono degli studenti. Uno zaino – один rюкзак. Degli zaini. C'è uno zaino – ci sono degli zaini. C'è uno jod – ci sono degli jod. Delle соответствуют неопределенному артиклю женского рода una, un. Una ragazza – delle ragazze. O visto una ragazza – я видела одну девушку. O visto delle ragazze – я видел девушек. Я видел несколько девушек. C'è una penna sul tavlo – ci sono delle penne. C'è una matita – ci sono delle matite. O mangiato una mela – я съел одно яблоко. O mangiato delle melle. Когда мы можем с вами опустить частичный артикль? Например, когда перечисляем. В длинных перечислениях частичный артикль может быть нежелательным из-за постоянного повторения его различных форм. Например, Devo comprare pane, latte, frutta, formaggio e vino. Или sul tavlo ci sono piatti e bicchere. Также частичный артикль мы с вами будем опускать после предлогов di e da. Например, Мне нужны листики. Несколько листиков бумаги. O bisogno di dei folie. Di dei folie. Звучит не очень. Вместо этого мы скажем Либо O bisogno di alcune folie Либо O bisogno di folie. Vado da dei amici. Звучит так себе. Vado da alcune amici. Я пойду к некоторым друзьям. Либо Vado da amici. Что касается других предлогов Частичный артикль употребляется Но рекомендуется заменять на alcune, alcune. Несколько. Например Чисоно andato con dei amici. Я туда ездил с некоторыми друзьями. Чисоно andato con dei amici. Так можно сказать. А также можно сказать Чисоно andato con alcune amici. Или Чисоно andato con amici. Итак, посмотрим на эту картинку. Яблоки. Mele. O mangiato delle mele. Я съел несколько яблок. Не все. Только некоторое количество. O mangiato delle mele. Я съел одно яблоко. Я съел одно яблоко. Я съел два яблока. Но Я имею в виду, что я съела все яблоки. Я еще могу сказать О mangiato tutte le mele. Рогатти, на этом все. Это была лишь вводная часть, которая касается частичного артикля. Эту тему мы с вами будем продолжать и развивать. А пока что я предлагаю закрепить этот материал. Все детали в описании. И у ви салюту. Чао-чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok